Мне очень нравится. А вот теперь можно. В общем... Меня зовут Максим Мельников. Работаю в компании ProGaming.net. Суть неважного, где я работаю. Главное, это то, что у нас есть огромное количество внутренних продуктов, которые пользователи видят, в принципе, как одну какую-то большую целую платформу. А у нас внутри это всё очень-очень много чего снимает. Это всё надо как-то тестировать. Надо тестировать в различных конфигурациях. Надо тестировать с различными отделами. Перед выходом и релизом часть проекта даже даются другим отделом тестирования, потому что все продукты между собой очень интересно взаимосвязаны. Вот. По моей инициативе уже получается полтора года назад началось внедрение LXC на staging environment. Главная цель использования вообще виртуализированных и таких, на самом деле больше изоляционных технологий это создать на staging у нас внутри офиса окружение максимально похоже на то, как оно будет выглядеть в продакшен. То есть это для каждого проекта нужен отдельный IP-шник, отдельная база данных, отдельный именно инстанс отдельный MySQL, отдельный инстанс Apache, LXC и так далее. Вот. Чтобы не ловить у себя проблем, которых в принципе не может быть в продакшен из-за того, что там 3-4 сервиса просто сосуществуют в одной машине с одной стороны, а с другой стороны, чтобы словить у себя внутри компании максимальное количество проблем, которые мы могли бы ловить в продакшене. Вот. На самом деле, раньше таких проблем было много, которые мы ловили в первый раз в продакшене и в последнее время все меньше и меньше. По счастью. Итак, мы для этого пытаемся использовать LXC. LXC тут, кто знает, что такое LXC? Вот. Такая вот технология виртуализации аля-чурутных стероидов, на самом деле, чем-то она похожа на соля-ресурские зоны, чем-то похожа на FBSD-жейл. Вот. Но на самом деле, мне сложно сравнивать, я ни с FBSD-жейлом, ни с Solaris не знаком. Для меня самое важное то, что LXC позволяет достаточно просто стартовать контейнер. Контейнер использует общую файловую систему системы. Некоторые фичи, которые нас интересуют. Он очень простой для запуска, гораздо проще, чем все остальное. Но есть большегромное преимущество то, что файловая система каждого из контейнеров, она видна на хосте. То есть, грубо говоря, если стоит там задача редактировать 25 файликов и tk host, или прогрепить, собственно, все 25 контейнеров на то, встречается там что-то или нет, мы, собственно, обходимся обычным грепом. Полезный также очень функционал, в том, что он существует... В данный момент C-groups, это тот, в основном, которого основано LXC, он входит уже в ядро, и, соответственно, поддержку LXC можно найти уже в любом дистрибутиве. Все ядра там практически идут включён в LXC в данный момент. Получается, в чём преимущество LXC и некоторыми другими вайронингами типа лёгких контейнеров в том, что вам не нужно заниматься кастными ядрами, вам не нужно поддерживать, вам не нужно думать. Так же, в принципе, успешно сосуществует с любым другим технологиями, то есть может работать вместе с КВМом, причём с одной стороны, так и с другой стороны. На машине, которую вы используете LXC в контейнере, вы можете запустить KVM, и с другой стороны, если есть KVM, вы можете внутри запустить LXC. Единственное, есть проблема, скорее, проблема багов, а не архитектурная, в данный момент невозможно запустить LXC внутри LXC. То есть на этой цепочке если в ядре в сердце два равных ограничений ресурсов он иерархичен, но по факту, если когда сейчас запускать, это кажется на определённой ваге. Небольшая ремарка к прошлому моему докладу. Опять же, есть проблемы со всеми механизмами, которые использует все группы также, но аналогично. То есть, возникают проблемы, где попытаться запустить LXC вместе с System-D. Также, как бы, главное преимущество всевозможных контейнеров виртуализации, это эффективность использования ресурсов. Ввиду того, что шедулинг ресурсов занимается одно ядро, оно лучше всех знает, какая память настоящая, какая память не настоящая, она знает, как распределять ресурсы и так далее. На Фосдэме было несколько докладов интересных по поводу датабайсчиков, которые рассказывали огромные беды, как пытаться запускать базы данных поверх всяких всевозможных КВМ-ов, или в январе. Главная проблема в том, что виртуальные машины сильно врут. Они врут по ресурсам, они врут по памяти, они врут по ИО и так далее. Это, на самом деле, очень-очень неприятно. И тяжело, что это гарантирует. Вот, то есть, с моей точки зрения, ЛСН один из самых эффективных. Итак, собственно, виртуализацию, которую мы делаем в офисе, точнее, изоляцию, у нас есть, собственно, две большие темы. Первая большая тема — это виртуализация игровых серверов. Вот, и вторая большая тема — это виртуализация ВАБА, всевозможного обвеса. Итак, на самом деле, грубо говоря, в данный момент мы занимаемся разработкой двух игр — танков и самолётов. Это не просто как бы две игры, это как бы ввиду того, что компания большая, около 300 человек в данный момент, большое количество геймдизайнеров, которым нужны отдельные сервера, огромное количество художников, которым нужны отдельные сервера, все это должно как бы обновляться и так далее. Встала в определенный момент огромная проблема как быстро готовить очередной environment. Вот. Ну, все эти проблемы, которые как бы возникают, ну, первых проблем — нужно быстро уметь готовить environment. Чтобы проблема была ещё грустнее, к моменту, когда это начиналось, делаться не было автоматизировано никак разворачивание самого игрового сервера. То есть это требовало нескольких часов, а иногда нескольких дней, и ресурсов там определенного инженера. Соответственно, если речь идёт там об подготовке или обновлении, или какого-то критического перехода и обновления 10-20 стейшнгов офис, это могло занять двух инженеров там на месяц. Ну, что на самом деле жутко-жутко отвратительно. Вот. Как мы с этим боролись? На самом деле подход достаточно простой. Мы взяли, подготовили один образ, как бы, на котором мы там за 2-3 дня подготовили базовую версию, то есть на котором Кубер был полноценным играющим. В него запихнули всё, что нужно для игры. По минимуму, то есть это, грубо говоря, был сам сервер и аутентификационный сервер. Вот, сервер у нас работает по поводу CentOS 5.7. Здесь есть маленький нюанс, с которым многие будут сталкиваться. В данный момент, чтобы внутри LXC запустить какую-то операционную систему, её нужно немножко подготовить. Внутри LXC нет железок, надо отключать PDF от запуска, желательно вообще вырубить. В общем, и для быстрого старта очень удобно использовать QMZ-шные темплейты. Они у себя эту проблему уже давно как бы решают. И QMZ-шные темплейты полностью совместивны с LXC, их просто нужно брать и по-быстрому использовать. На хосте мы давно уже перешли на Ubuntu сервер. На самом деле, первый попавшийся дистрибутив с максимально-качественной поддержкой LXC. Максимально-качественная это значит просто максимальные версии ядер. Вот, и максимальные версии конфига. Итак, контейнер этот подготовили, возникла проблема, как много действий нужно сделать после того, как мы его копируем. Как много действий нужно будет делаться для того, чтобы после копирования как бы всё завелось. Чтобы это как бы разрешить, первое, что мы сделали, прошлись по всем конфигам, где-то с помощью кода, где-то с помощью изменения определенной логики. Все конфиги были сделаны просто без использования таких понятий, как IP и хостней. Потому что, когда мы начнем копировать контейнер, IP-шник будет меняться, мы начнем копировать контейнер, начнет меняться данная сила. Это, в общем, будет плохо. Вот, для нашей игрушки, поскольку у него есть автоматическая система кластеризации, которая там опирается на понятие бродкастов, чтобы они между собой не начали пересекаться, мы просто для каждого контейнера позволили две сетевые карточки. Внешняя и внутренняя, на которую она бродкастится. Внутреннюю там прибили один сетевой адрес, собственно, он там периодически где-то еще встречается. То есть, если вот external интерфейс в кастовую систему мы добавляем в bridge 0 и отдаем как бы в офис, то internal в виде только сам внутри контейнера. В контейнер мы отдаем MAC-адреса и хостнейм, если кто, получается такой нюанс и имя контейнера утснейм в конфиге оно и является тем самым хостнеймом при старте. Дальше получается такой веб-флог. Вот хостнейм из этого он в конфиге, система стартует, файлика хостнейм не тк хостнейм, или его аналоги в системе нету, он просто удален. Система не перечитывает, не пытается переузнать свой хостнейм на основании какого-то конфига, она просто использует то, что фактически пришло к еду. Полный аналог, если передавать из дестра, хостнейм равно, насколько я представляю. Для того, надо запускать DHCP клиент, обращается к офисному ДНС, этот хостнейм регистрирует, и после этого любой пользователь в сети уже может под названием св123560 обращаться к ним. За счет использования офисного ДНС и DHCP получается, опять же, у нас нет никаких проблем ни с хостями и так далее. У контейнеров всегда есть для наших офисов внутренние API, которые доступны всем пользователям, подключившимся по OpenUPM. Мелкая проблема была у RabbitMQ, это, собственно, наш сервер, через день, который мы в основном используем. Там есть проблема, он использует манедельную базу данных, которые по умолчанию запускают шторы, приближенные к хостнейму. В конфиде поправили localhost. Вот. Ну, сделав это, мы добились как бы следующего. Если сейчас взять скопировать контейнер, вот я бы сказал так, а на самом деле там 20-30 гигабайт и полчаса уходит. После того, как он скопирован, отправится только конфиг LFC, где указывается другой MAC адрес, где указывается другой фастнейм и после этого все прекрасно. Стартует контейнер, он стартует точно такой же, как был предыдущий. Со всеми предварительно зарегистрированными пользователями, со всеми данными, ну и система работает. Поначалу мы пытались еще год назад активно использовать БТРФС и его механизм снапшотов. Но наломались на то, что в тот момент БТРФС по поводу поверх райда робился бы очень нестабильно. Рейд периодически кидал ворнинги, а БТРФС воспринимал эти ворнинги как internal bug, ну и файлосистем в разработке, и то, что было в mainline kernel, любилось делать так. От рейда пришел ворнинг, я печатаю бальт, ремонтирую в рейдон, или до свидания. Вот. Ну, теперь полегче, но пока не стремимся это использовать, ждем, наверное, следующая попытка будет тогда, когда в БТРФС появится поддержка данных. Когда очень много контейнеров запущено, очень хочется очень сильно уменьшить ИО. Если вот у нас 20 там различных контейнеров будут обращаться на самом деле к жесткому диску к одним и тем же областям, это будет просто прекрасно. В данный момент они все... Что? У нас есть опыт Nick Center в продакшене не хотим. Вот я не хочу, я не хочу так рисковать. А, они не пробовали. Замена нет, я понимаю, не хочется готовить чего-то к основному. Пока по эту проблему решаем покупкой вставкой в сервер большего количества жестких дисков. Собственно просто вот так вот может быть в этом месте Реша что-то скажет. Был такой по-моему проект по поводу дедупликации. Не в курсе про него? Давай потом Ну на самом деле бутерфейс уже есть поддержка снапшотов. Если раз сделать РЦП с параметром Reflint, то он как бы понимает, что файлы копировать не надо, создаёт просто ещё одну ссылку copy-on-write ссылку. Вот но когда мы периодически каждого из этих стейджингов запускаем свою NAB, чтобы обновилась вся инфраструктура игрового, получается сразу начинаются расхождения. И вот эта вот фича стала потерять. Итак, следующий шаг это собственно веб-проекты. С ними проблема немножко другая. Они не такие большие, если игровой сервер после разворачивания занимает примерно 20-30 гигабайт. Проблема с веб-проектом текстом их огромное множество. Для обслуживания логики одного игрового сервера вокруг него создана огромная инфраструктура огромного количества веб-проектов. А на самом деле в данный момент и порядка десяти. Чтобы было больнее вот наши отделы тестирования и наши отделы собственно маркетингов периодические оперирования просят какие-то дополнительные инстанции. Итак, грубо говоря, считаем у нас примерно 10 проектов. У нас с недавних пор две игры умножаем на 2.20. У нас есть поддержка custom-e-fetch для Китая и Вьетнама кроме русского региона. То есть какой-то там специфичный код. Они хотят это специфично тестировать. Еще раз умножаем на 3, приближаемся к 60. Вот, stable. А также мы хотим грубо говоря у себя иметь для каждого проекта еще stable, try, experimental развернутые версии. Чтоб мы сначала тестировали тренд. Один на stable. То есть умножаем еще раз на 3, мозг взрывается где-то там получается уже поближе к сотне вот этих инвариументов. И в общем мозг начинает болеть. Вот, чтобы это все нормализовать, вот там вот есть сзади колесень Александр. Под моими идеями мы начали двигаться в следующем направлении. Итак, Ubuntu сервер на хосте у нас CentOS 5.7 как GUEST. С одной стороны, с другой стороны переходим на Ubuntu сервер 10.10. Ubuntu сервер начиная с версии 11.10 гораздо эффективнее и приятнее как использование LXC GUEST благодаря тому, что там появился такой пакетик LXC GUEST, установка которого полностью решает проблемы настройки операционной системы к тому, чтобы она работала внутри LXC. Решает сразу какие проблемы как убирание ненужных правил у DEVA, убирает старт у DEVA, минимизирует количество стартования железных серверов, потому что как бы LXC-контейнеры нет железа и так далее. С CentOS просто пока копируем. Как я уже сказал, с недавних пор нам удалось это сделать, мы используем отдельный LXC-контейнер под каждый проект. То есть, грубо говоря, сейчас мы все это разворачиваем и стремимся к тому, что когда у нас завершенцы будут порядка оставили там 200 как получится уже LXC-контейнер в развернутых функциях внутри компании. Для Ubuntu, я уже сказал, кроме того, что есть гостевой LXC-темплейт, есть LXBS-пакет, есть отличная штука в самом сервере LXC. Можно запустить темплейт, который там есть установочный, можно осматривать как дебутстрапа, есть такая как ближайшая аналогия, которая фактически запускает, подготавливает директории, запускает действительно дебутстрап с бунтой, ставит туда внутри необходимые пакеты, подготавливает базовый LXC-конфиг. В общем, все делается очень просто. С автоматизацией деплоймента на веб-проект у нас в данный момент, опять же, благодаря человеку сзади все гораздо лучше, чем у серверных товарищей. мы, собственно, занимаемся папетом подготовкой системы как бы рутовый инвариант. Кто был на LVE, просто поясню, там был у нас наш товарищ адекват. Фактически, папет у нас делает всю работу, которую должен делать системный администратор. Это всю работу, которую делает от рута. А уже фабриком мы используем подход, то есть люди, которые отвечают за деплоймент приложения, на то, чтобы, собственно, это приложение было правильно настроено и отработано. Ну, маленькая ремарка у нас. Мы стараемся провести четкое разделение прав. Как правило, вот эти вот люди, которые занимаются деплойментом приложения, не имеют рута. Они, с тем, что они не имеют рута, они, на самом деле, лучше по ночам спад, когда происходят какие-то железные проблемы. И в случае чего, если возникают какие-то проблемы на уровне системного администрирования, не возникает конфликта таких очень важных, как, а кто виноват? Это вы-то накосячили или вы накосячили? Нет. У нас рута нет. Мы точно знаем, что накосячили системные администраторы. Также у нас для поддержки всей этой части как бы на стейджингах как бы у нас также реализовано такое понятие, как регулярное автоматическое обновление. Транка в каждый час, стейбла в каждый, каждый день по ночам. У нас есть отдельный пользователь, залогинившись, под которым можно запустить в ChromeTap минус L, увидеть все вот это вот в ChromeTap ссылки, которые у нас есть, фактически с Сашной, которые делают это на какой-то хост и произвести все автоматическое обновление. Фактически вот этот вот FrontTap это наша документация о том, что у нас развернуто, где это искать. Потому что с таким количеством IP-шников и виртуальных хостов можно просто застрелиться, если пытаться запоминать, где оно что находится. Вот. Итак, значит, наши как бы следующие планы на ближайшие чуть более дальние сроки у нас есть проблема собственно с тем, как эти контейнеры, которые становятся все больше и больше, впихивать в железо. В данный момент как бы мы опираемся на механизм Linux-кернил лидера и Linux-свопа. Как вы понимаете, у нас, как бы говоря, в компании там 20-30 тестировщиков они не тестируют все контейнеры как бы все проекты сразу. они тестируют один или другой. Вот. Таким образом, мы не явно очень клево используем Linux-фак механизм. У нас в обер кабин по памяти достаточно серьезный, там примерно. На машине с 16 гигабайтами памяти там где-то будет 15-16 гигабайт в слопе в данный момент. Вот. Но, грубо говоря, они начинают использовать какой-то определенный проект. Кернил разогревает этот проект. В смысле, данные вытаскиваются из слопа, становятся в активную память, а те проекты, которые уже давно не тестировали самые питомовские процессы. Т.е. кельские, те уходят в слоп. Вот. Таким образом, когда началось тестирование, проекты разогрелся, дальше работает достаточно эффективно. Потом они приключаются на ладу, и опять же, механизм повторяется. Вот. Обещу, как бы, очень важный момент. Не стоит в данный момент задача на этих всех локциях контейнеров тестирования производительности, стоит задача тестирования функционалов. Т.е. вот этот вот разогрев нам, как бы, роляет не сильно. Второй момент, как бы, данная вот инфраструктура, как бы, для подготовки сейчас все же еще требует каких-то ресурсов, как бы, железных, и разработчикам становится все сложнее на своем, как бы, хосте что-то разрабатывать, потому что они должны явно или неявно подключаться, как бы, к другим проектам, чтобы свой конкретный проект синтегрировать. У нас есть в планах подготовки единого virtualbox-имиджа, в котором будет, собственно, запущено, там, десяток-двадцаток контейнеров, сколько нам понадобится, по одному инстанцу нужного проекта, грубо говоря, транка, чтобы разработчик мог взять, скопировать откуда-то этот имидж, собственно, в нем пойти редактировать только необходимый проект и сразу иметь всю связку у себя, никому не мешая. С другой стороны, ну, как бы, это получится тот файлик, унесение которого, это унесение всей интеллектуальной собственности компании. Вот. Ну, так или иначе, это, как бы, проблема сейчас стоит. Какие-то вопросы, мысли? У меня пока все. — Что, вот СССР можно на одном сервере только может работать, да? То есть, какое максимальное количество ресурсов, которые можно... — Ты можешь запустить на одной железке до, там, я уверен, где-то, грубо говоря, до тысячи LXC-контейнеров, я уверен, что ты запустишь. Вопрос в том, сколько, как много ты запустишь внутри там. Рассматривал XC-контейнер с точки зрения потребления ресурсов, как еще руки? — Вопрос, насколько я понял, в распределенности этой системы, так? Ну, можно ли ее размазать на несколько машин? — Я не знаю, как насчет, там, проектов Wargaming, но иногда, там, она люталка, может сражать гораздо больше, чем один сервер вообще нам предоставить. Тем более, это будет аналог продакшн системы. — Ну, проблема оверкоммита, как бы, ресурсов, у нас решается просто, как я уж помните, уходом в своб. Ну, то есть, достаточно банально. То есть, как бы, мы уже не влазим тогда, да? Все вебовский проект достаточно не лайтвейт. Единственное, что мы на всякий случай используем кастомный конфиг для MySQL на стейджинге, чтобы у нас там был не как продакшн не настроен на потребление 16 гигабайт памяти, а там, грубо говоря, 512 или 256 мегабайт, и все было, как бы, прекрасно. Вот. На самом деле, есть далекие мысли уже, как бы, после вот FOSDEMON. Нам очень понравились рассказы про всего замечательный OpenStack и автоматически еще, как бы, действительно, их балансировать по железкам, но в данный момент вот эти вот десятки LX-контейнеров, мы ручками выбираем, на каких машинах запускать, никакого автоматического шедулинга нет. Если будет время, мы будем очень сильно смотреть на OpenStack и вот эти вот аналоги, которые, как бы, в данный момент поддерживают LX-ты, позволяют это балансировать, да? А в продакшене у вас кластеризации никакой нет? Или вы ее просто не тестируете в стейджинге? У нас сама игрушка активно является сильно кластеризуемой, а все вебовские проекты либо не популярны, либо написаны таким образом, что задача как бы кластеризации как бы автоматической мы как бы используем стандартный ламповский подход, мы бакенды расширяем, у нас на самом популярном ресурсе 4 бакенда, которые достаточно ну, ты говоришь, сама игрушка кластеризуется, то есть геймсерверы кластеризуются, а в настейджинге вы их кластеризуете? мы кластеризуем сейчас я поясню когда их нужно кластеризовать вот я здесь пометил есть external и internal интерфейсы собственно кластеризуется и по internal интерфейсу когда мы хотим два инстанса игрушки два инстанса запустить именно с кластеризацией мы запускаем второй, третий, четвертый LXC контейнер на том же сервере на том же сервере есть bridge 0 который выходит внешне а мы запускаем какой-то bridge N который работает как VLA в конфиге представляем вот этим четырем контейнером 10.01.12.34 забавляя их всех в bridge определенный стартует игрушка она уже сама получается у них internal интерфейс образовалась под сеть internal под сеть и она стартует уже за счет своего внутреннего механизма кластеризации но проблема синхронного SvNAP все-таки еще остается из разряда кто-то должен зайти на 4 машины запустить одновременный SvNAP но такой проблемы не стоит но это как бы staging environment несложно и не сильно часто Макс? Да? Вопросов DCP-спекту насколько я помню до последнего момента была проблема что тот же firewall VJ контейнер он не мог юзаться свой собственный а юзался с той машиной LXC контейнеры как это это? Значит вот здесь LXC контейнеры отлично работает когда у вас на хосте на BSD и операционные системы совпадают когда они не совпадают начинают некоторые особенности соответственно на самом деле LXC контейнеру на самом деле он спокойно может спускать эпитаблские правила для того чтобы вставлять модуль в модуль эпитаблс на игровом сервере мы что сделали мы отсюда lib-modules через mount минус bin кинули сюда словили мелкую проблему в том что за это время изменился между Cintos 5.7 и X10 формат депмода мы его запускаем дважды файлик совместимый два файлика на самом деле bin и не bin эту проблему порешали таким образом Cintos 5.7 уже может сам заниматься подгрузкой ядер в настройках мы позволяем ему заниматься подгрузкой модулей и того вот внутри этого LXC который на самом деле он подгружает модуль и нормально добавляет правила эпитаблс на свой виртуальный ES установленный интерфейс насколько я понимаю вопрос я по крайней мере понял вопрос по-другому Ctpi и Pst общий или у LXC контейнера отдельный если отдельный насколько он отдельный сама реализация Ctp стека общая но сетевые интерфейсы они раздельны для каждой виртуальной машине мы используем без такой подход это такой недавний драйвер в linux-кернеле ну как-то давно уже наверное года два-три фактически он условно и делает он может создать пару сетевых интерфейсов которые являются абсолютно идентичными что пришло как бы в один то и выходит другой дупликат mirroring он создает виртуальный интерфейс как бы аналог тапа стартап фактически один его фрагмент оставляет на хосте и называет его например ES15 или мы называем по имени контейнера ES1 ну не ES1 а ESSV1 гостевой системы он надает вторую часть этого сетевого интерфейса и там он называется ES0 таким образом как бы на хосте именно с точки зрения ядра у ядра есть один bridge 0 в котором является сетевым интерфейсом ES0 это настоящая сетевая карточка и есть куча вот этих ES-ов дополнительных виртуальных которые IP-tables вы прогоняете на ES0 внутри контейнера на хосте на ESSV15 там или 6 если ты внутри контейнера пропишешь правило которое применяется на все интерфейсы то есть интерфейс не указан она на все интерфейсы всех хостов нет нет если внутри контейнера запустится на всех интерфейсов какие там есть внутри системы внутри контейнера только ES0 и ES1 это правило IP-tables output draw Не указывая интерфейс. Это будет дроп на все контейнеры? Ленизмоксо-контейнер опирается на C-группы. С ядра, по-моему, 32-го или 33-го на имспейсе C-группа уже есть. То есть, каждый контейнер подключает свой имспейс к сетевой части. Возможно, это и было ответом. Да, теперь нам на ближе. По-моему, если я ничего не путаю, фребридичники как раз сейчас занимаются разделением. А у них разделено сейчас. Уже разделено? То есть, контейнер свой TCP и STF, они просто поддерживают. Независимо от того, может быть? У меня, в принципе, вопрос. Я не могу поплясся, что я все понял, но я старался со всех сил. Мне кажется, некоторые вещи как-то очень через одно место как-то сделаны. Мне кажется, то, что вам подошло в быль, очень похоже на га-серва. Я не знаю, в каком состоянии это проявление, мертвый он или мертвый, но... ВС-сервер жив. Насколько я понимаю, это коммерческий вариант OpenVZ-сервера. Почему? Это альтернатива. Альтернатива? Нет, это альтернативная контейнерная технология. А OpenVZ никак не заняты. ВС-сервер, OpenVZ, LXC это все варианты контейнерной виртуализации. Собственно, есть различные версии по поддержке этих всех вещей. Суть в чем? OpenVZ, потому как мы пообщались с разработчиками OpenVZ и так далее, он действительно имеет, правый сервер, не знаю, но по OpenVZ, он действительно имеет значительно большее количество фичей, значительно большее качество кода с точки зрения изоляции, снялось только один недостаток. Он не AppStream. Соответственно, они свое ядро OpenVZ-шные готовят только от версии к версии и как бы передише. ВС-сервер, собственно, тоже еще не за Мейнлайн. ВС-сервер, в Мейнлайне, не будет там, я так понимаю. Суть в чем? Что такое LXC? Это фактически то, что удалось проекту OpenVZ засобмитить в AppStream в Мейнлайн, да, вместе, в перемешку под руквоздом товарищей ZBM, в котором был свой соответствующий проект на контейнерной реализации. То есть фактически все эти три технологии реализовывают примерно одно и то же. Какая из них качественнее? Наверное, ну, вы сервер не знаю, но OpenVZ точно в качестве, если речь идет о продакшене, нужно точно использовать ее, если как бы есть время и возможность тратить ресурсы. Но технологически, внутри себя, что вы сервер, что OpenVZ, что LXC, используют одни и те же подходы. То есть в данный момент, что происходит, когда в AppStream керпе уже удается в OpenVZ пропихнуть очередной панч, они, собственно, у себя просто от того кода, который есть, избавляются и опираются уже на ядро. То есть, грубо говоря, LXC, это замейнлайненная версия OpenVZ? Ну да, V сервер в этом смысле немножко маргинальный. V сервер, он как-то так. Не только маргинальный, он еще, по-моему, практически мертвенький. Дэмят, по-моему, до сих пор. В Дэмбюне он есть, но он как-то очень так, тоже очень нерегулярно выходит от версии ядра с ним. Я когда-то читал интервью с автором его сервера и, честно говоря, почитав интервью, мне хотелось его использовать. Почему? Потому что у этого разработчика не видно ни малейшего желания что-то пропихивать в AppStream, то есть в ванилу. И он такой весь такой вареный, весь такой вот никакой, ему вообще все равно. Вот. И он там для себя что-то там пятки ковыряет. Разработчики OpenWZ после очередных своих попыток переобновить версию к ним пришел товарищ, я, к сожалению, не помню его имя, может, я помню, какой он дистрибьютор блок-девайс сделал. В общем, который... Как его зовут? Гейко Восаки? Гейко Восаки? Не помню. Короче, пришел к ним новый менеджер, который уже имел опыт пропихивания из линусовой компании большого проекта в ядро, это то, что он занимался когда-то, дистрибьютор блок-девайс. ДРБД. Да, вот он пришел и сказал, у меня это вот, то, что вы здесь творите, как бы это все приятно, интересно, я хочу, чтобы это все было в ядре. И активно у них с тех пор началось пропихивание как бы патчей, активное переписывание даже внутренней части того, чтобы всегда работало только для того, чтобы это попало в ядро. И в данный момент они, собственно, вот это немножко следят, пытаются сделать в ядре, там, чекпоинт, в смысле, для контейнеров, собственно, live-мигранцию, то есть, хиберрейт контейнера и потом переделить его запуск как-то отложено. То есть, на самом деле, да, ну, то есть, я бы, как, что с точки зрения технологий для меня это одно и то же, ну, возможно, поверхностно, да, так как бы, а LCC-то просто один из реализаций, которые мы находим в Минлайн-ядре, и поэтому она нам больше всего подходит. Вот технологически представить себе различия в подходах по сравнению с W-сервером или фон БЗ я не могу. На LCC-интегрупс уже добавили поддержку EO? Есть поддержка EO примерно 3.0, по-моему, где-то там совсем недавно. На последний раз есть EO и есть даже SWAP EO. Не, не, не. Вашисты 32, а на самом деле это было первой версии, когда появился C-тегрупс, это только началось, грубо говоря. Вот есть EO, есть VPO. В общем, это не прямо издельцы. Все это можно вынуждить данные средства у нас. Но у меня нет всего выгода. Какие-то еще вопросы? Я там по качеству росту что-то рассказывал. Networking тоже шамануальный. Да. Обробно. Ну тогда все, у меня. Приблизительно мне лучше показать. На месте. Не серьезно. Давайте в такой планке.